так сразу здравствуйте уважаемые извините делаешь лишь никого тоже подвинуть как когда последний раз заходил на гг так блин недавно прям совсем вот болел коронавирусом в 2021 только вот твои стримы спасали представляешь я просто я просыпаю так смысле как же недавно было считай полгода назад вот и я прям такой типа лежу мне плохо температура я что делать захожу на гг а там мишкера варкрафт комментирует классно только этим и спасался приятно приятно ты начинал с кваки с варкрафта 3 конечно конечно с третьего варкрафта помнишь я на game централе работал и я потом такой написал тебе и ты мне дал какой-то толь тестовый эфир на good game и я не помню с кем я был там парень за орков играл вот как его никнейм я не помню ну такой тир-2 тир-3 скорее но тоже на game централе что-то дело там оля что-то делала я помню которая коза дириза вот давай сейчас в историю чего game central помнишь это это проект прекрасный который там марк вместе с алексом сделали все там покерные средства концепции интересные веб 2.0 дизайн там не был классный чё-чё-чё-чё-чё-чё интересно было там ну для меня это было впервые да я как раз был вдохновлен вот твоей работой и работой дефинишна знаешь помнишь дефинишна такой до роман бут его зовут роман бут да вот он вместе скваем они делали то ли на агейминге я не помню же какой портал и вот мы будучи прям совсем маленькими да да мы скачивали это все эти воды по карточкам был интернет мы покупали качали воды да да вот все это смотрели и ну в какой-то момент мне просто вот захотелось попробовать и я как-то сам начал это делать типа тоже там вегасе оформляешь все это там режешь хрен его знает я уже не помню может и в пятом вот и потом я как-то начал на гейм централе то что какие-то колонки писать что тут выкладывать писал марку говорю марк блин я у вас каждый месяц что-то делаю можно мне денежку какой-нибудь вот он не говорит да давайте устроить там сколько сто долларов и будет конечно а мне тогда было блин представляешь что такое 100 долларов тогда для школьника не было я был десятом классе это где-то девятый восьмой год вот примерно тогда на 29 ты же перешел потом все равно в кваку насколько я помню да в кваку перешел но у меня тогда было это наверное наш такая первая депрессия короче наверное можно даже сказать потому что вот объявили blizzard что все короче варкрафт мы не поддерживаем будет 2 starcraft короче тогда 2 starcraft вышел все турниры по второму starcraft а мне так 2 starcraft не нравился и я такой прям грустный был но что-то делать надо правильно вот и я довольно долго в квейк играл когда прям совсем был мелкий то есть я тогда был мелкий а вот когда был еще более мелкий еще и в квейк играл вот и я подумал что мне наверное будет проще разобраться вот и я соответственно уже как-то там еще квейк лайф был браузерка прям вообще все красиво легко вообще ничего не надо устанавливать просто зашел в браузерик такой да первое время так и было да да и вот как бы сквейком ну да на квейке я конечно дольше сидел чем на варкрафте на третьем то есть наверное все таки да как сейчас оцениваешь это путь по нисходящей как ты пришел к доте в результате но смотри я же еще у меня халтурка тогда на empire было помнишь да то есть я работал на гудгейме работал на гудгейме да у меня платили что ли оплатили прям ты мне прям ты мне денежку пересылал вот и вот и мне ребята из empire написали мол говорят ну тоже что то чтоб на них там поработать где-то я там разрулил уточнил руководство гудгейма сказала что ничего в этом страшного нет вот я соответственно работал сразу как бы и туда и сюда да на двух стульях сидел до empire rock skis тогда в старике а ты писал уже про кваку получается и тыс да 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 rock skis я вот кстати не знаю нет тогда тогда доты еще не было и вот как раз вот когда сквейком тоже начались проблемы когда турниров покойку стало мало когда ничего кроме зодка не было написал мне она хроник он тогда был менеджером знаешь такого да наверное ну но он сейчас он в доте потом начал занимать я не знаю как он сейчас что-то делает или нет наверное что-то делает в доте вот но у него ну короче ладно не будем распространяться лишний раз да написал говорит суши говорит форсаж такие дела квейк тоже турниров мало нас не устраивает давай выбирай либо starcraft либо дота а ты как помнишь я starcraft вообще не прям прям не люблю прям вообще а в дот я же еще и играл когда был еще более 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 маленький да и до 3 варкрафта даже я играл в доту но в компьютерный клубы мы ходили на пацаны нам было там по сколько попасть по 12 наверно лет от мы ходили получается что так вот и говорит либо 2 дота либо вот 2 starcraft а я говорю 2 starcraft не ну это даже не то что 2 starcraft не разобраться проще меня же есть какой-то бэкграунд в доте я что-то я помню что там мы реки мару кисой называли ну потому что у него моделька сатиры типа на кису похож я первое время говорил что это киса и меня за это не любили понял так ладно сейчас с высоты прожитых лет все все правильно сделал дотка зашла ну видишь в снг да у нас доту любят если у нас еще какая-то киберспортивная дисциплина когда-то популярная кс наверное то есть да 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 был поэтому лсиор ушел работать дотах мне кажется у league of legends все очень плохо было как-то вот у нас в деле дело даже понимаешь не в этом но сейчас вот если ты гонишься за баблом да вот тут в мире там каких-то компьютерных игр куда-то надо тебе надо в мобилке ти правильно я же ведь не иду в мобилке то что мне не нравится а дота как-то мне я поиграл мне понравилось то есть с точки зрения у меня понимаешь удачно совпало понимаешь удачно совпало то есть и возможность поработать нормально и вот пожалуйста довольно развитая дисциплина у нас то есть ты можешь какие-то там рекламные контракты продавать или турниры какие-то комментировать деньги какие-то заработать как-то жить с этого удачное совпадение сказал очень хорошо поговорим о турнире ты впервые белгороде наверное да я прям я блин очень тяжелая дорога ты не представляешь я супер тильте был вчера откуда ты ехал из москвы но до москвы мне надо из пскова то есть это я бедный бедный утра просыпаюсь на самолет до москвы два часа на вокзале потом семь с половиной часов сидя на это ласточки просто жесть ну блин от этого быстрее до до белгорода не добраться того что едет быстро ну короче я очень тико устал я прям приехал сразу в отель что-то перекусил лег спать сегодня проснулся вот надо ехать уже на арену уже надо и я выхожу там адекват марта ну мои коллеги студии в одной адекват вот так вот выхожу свежо и спокойно я прям я был я офигел серьезно то что но я например свой город очень люблю и меня многие спрашивают почему я не приеду там в москву там или еще куда то потому что говорю ну типа да конечно там работы много но мне в моем маленьком городе как то прям очень комфортно там 15 минут уже речка шашлыки там знаешь банька и все все красиво так вот у меня сейчас будет скоро днюшечка и вот я приеду с белгорода там питерс гоняюсь по делам и потом загород в баньку вот нырять шашлыки готовить в общем красоту планируем да и можем плавно переключиться короче отец в этом году справил 10 летний юбилей хороший сруб отличная баня бассейна рядышком каждую неделю паримся ну да да там еда сразу короче есть опции до дубовые венички да я прям вообще обожаю просто баню и вот надеюсь что все все короче растется прошлый раз мы ездили представляешь них прошлый раз мы ездили и забыли баню заказать знаешь какая-то была грубейшая ошибка с нашей стороны но в этот раз мы такой ошибки не допустим чемпионат россии имеется нет на чемпионат россии бани заказана всегда организаторами не переживайте это сугубо наша на наш пробах так ну что дайте поговорили коротко можно в принципе от о турнире в частности о командах которые будут сегодня и завтра играть если что-то ты интересное можешь рассказать я сегодня на завтраке видел арка это игрок второго дивизиона северной америки ну как бы это снг игрок но поскольку в америке сцены более слабая там наши товарищи иногда играют вот там попроще в этом плане и вот он видимо в составе одной из команд будет играть здесь вот другие команды я посмотрел я попросил у организаторов список мне прислали список где фамилия имя отчество а блин я же вообще никак то есть там никнеймов нет там по никнеймам там я легко я всех этих пацанов знаю они в ранке рубятся ты же встречаешь там постоянно вот по имена фамилия отчество это блин тяжеловато так что вот сейчас вот на сцену они выйдут и там сразу будет все понятно разберемся на ходу так сказать понятно хорошо сам стримишь да стараюсь регулярно но в последнее время много работы поэтому порежем вот что будет когда твич заблочит на завод или на гг возьмешь на работу на гг смысле мы всегда рады подожди а как же есть опции еще к китайцам трого идти ой слушай я не знаю у меня и так принципе то нас на трансляциях аудитория не сильно большая если свеча куда-то уходить будет еще меньше там все повалят скорее все общая аудитория не сильно снизится ты во что играешь кроме доты блин слушай вопрос такой я же фанат вообще думав прям лютый вот дум думать о eternal eternal последние 2016 я их перепроходил много раз конечно да на ультра night marina так вот да нет конечно я хоть я хоть порадоваться хотел я вот не проходил на ультра night marina я помню чуть-чуть но я вот помню твои стримы по доте на гг ты там пробовал я ну ты же представляешь насколько это тяжело психологически представляешь что ну блин это же дота это раз раз расслабление после warcraft а ты заходишь в игру у тебя девять человек один один герой но если там не 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 мипа ну соло проигрывать и играть гораздо сложнее в ладере чем в командной игре и мхо психологически соло проигрывать психологически сложнее я очень давно не играл во что-то такое во что ты играешь в соло но мне кажется ты глубоко заблуждаешься почему но потому что когда это очень сильно зависит от человека как он ну насколько он честен сам собой потому что когда ты играешь ну в соло ладо и никто кроме тебя не виноват в поражении и ты как бы на это ну типа смотришь и ты думаешь блин я должен стать лучше там демки посмотреть там разобраться как-то а когда ты в доте у тебя чувак какой-нибудь шмотки разбил кур по миду пустил ты не ты не виноват все и ты кучу энергии вместо того чтобы направить ее в нужное русло ты направляешь ее в помойку вот и получается что ты вот это как и колесо тильта понимаешь ты в него заходишь и ты вот крутишься крут ты нажимаешь нажимаешь эту кнопку лузаешь лузаешь одну заодно и одну заодно и ты остановиться не можешь давай рассмотрим гипотетическую я понимаю что она чисто такая воображаемая ситуация допустим это ты тот чувак который кур по центру запускает условно да но не понимаешь об этом то есть у тебя в команде есть люди которые играют чуть лучше а ты играешь чуть хуже но как тебе понять с учетом твоих психологических механизмов что ты именно тот чувак который является вагон они чемпионом как это понять как это понять блин но это кстати хороший вопрос я например всегда понимаю что я вагон ну я я я для меня вообще нет ничего вот такого вот я понимаю что я работал вот два был 3 от комментировать понимаешь каждая каждая по 70 минут просто ты сидишь и смотришь смотришь а потом что те же нужно должен же комментатор по доте понимать что происходит на экране не должно же быть такого что ты ничего не понимаешь доте комментируешь правильно это же блин ну ты зачем вот миша ну ты теряешь хватку так вот открыть надо же поддерживать личный скилл ты заходишь в этот ранкет и ты вареный просто вот ты не можешь и ты играешь и ты понимаешь что вот вроде бы твой герой на котором ты играть умеешь на котором ты обычно импакт что называется даешь а тут у тебя тут не получается здесь не путь и ты просто вообще грыж блин пацаны я облажался вот да да я так говорю как общаются в доте что я и флеймлю я не святой как бы ни в коем случае бывает что и флеймлю вот с волками жить по волчьи выйти очень адекватно ну хорошо скоро надо уже будет расходиться кому куда поэтому давай какой-нибудь разумный итог подведем этой беседе потому что непонятно что выносить вот из этого всего вот мы сели пообщались что-то вспомнили какой какой центральную мысль ты хотел бы донести до человека который по каким-то причинам досмотрел это видео до конца не хорошо подумай я вижу что ты не думаешь перед ответом поскольку мы остановились на тильте у каждого человека есть тяжелые моменты в жизни когда все валится из рук правильно надо уметь с этим справляться михаил ты согласен поэтому ребята единственное лично мне очень сильно помогает спорт вот спортом занимайтесь спорт помогает справиться вот я вам серьезно говорю вы сразу начинаете лучше спать лучше кушать лучший аппетит настроение все у тебя прекрасно и уже с этим моральным настроем ты заходишь нажимаешь поиск вдавливаешь это как раз если ты спортом не будешь заниматься ты уже нажмешь удалить рано или поздно вот и поехал с новыми силами тройхать спасибо большое спасибо за интервью